О, пистолет! Трехгранный кованый гвоздь. Сначала подумал, может, штык эхо войны. Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я продолжаю путешествовать. Путешествовать с моим любимым поисковым магнитом. Сегодня я в Воронежской области. Город Лилиски называется. Это крупный железнодорожный узел. Если ездили когда-нибудь на юг, в Краснодар, в Сочи, обязательно проезжали этот город. Вот, собственно, сам городок небольшой, 56 тысяч населения. Есть река Дон. Есть вот такое вот классное место. Сейчас это пристань. На карте обозначено как пристань. Местные называют это дело понтон. Тут был когда-то понтонный мост. Его уже давно нет. Новый мост построили. Ну, а здесь все забросят. Соответственно, старинная переправа на реке Дон. Всегда есть возможность что-то выловить. Вот там вот новый мост. Видите, вот красный. И чуть дальше там уже вот новый мост. Кстати, во время войны, друзья, лиски, немцы в лиски не вошли. Они остановились на том берегу. Не верите? Почитайте в Википедии. Я сейчас у местных спрашиваю. Вот, соответственно, немцы стояли там. Наши стояли здесь. И мы перестреливались. И, наверное, что-то туда падало. Первый заброс. Огромный крючок. Какая-то проволока. И куча магнитных камней. Так, народ, смотрите, какая находка. Новая ножовочка. Во. Ха, прикольно. А где у нее ручка? Какая-то она странная. Вообще с наклеечками. Хорошая штука. Так, ну и пробочка. Так, друзья, поехали запчасти от моста ловить. Вот такая вот штука. Проволока. Так, ну и, естественно, я поймал денежку. Сложно сказать, что это, но... Ай. Десять рублей, наверное. Ну, неплохо. Должаются находки. Я тут с местными разговорился. Тут баржа стояла. И был на нем кафе. Ну и, соответственно, неудивительно, что в воде есть денежки. Это вот, кстати, такое десять рублей, но девяностых, знаете, годов. Так. Еще одна находочка. Я не знаю, что это такое. Так, здесь круглое сечение. Какой-то кол. Похоже на огромный гвоздь просто. Сначала подумал, может, штык. Нет, просто гвоздь. Куча металлолома. Так. Просто какая-то железка. Так. У меня еще одна железячина. Я когда начал тянуть, думал, о, пистолет. Но нет. Это Я даже не знаю, что это такое. Но она не очень тяжелая. Вот, ну, железная. Половина подковы. Да не, она тут раздваивается. Это не похоже на подкову. Какая-то железяка. На самом деле, каждый заброс это железка. Вот кусок троса. И пробочка. Но это О, пепси. Смотрите. Сейчас таких и не найдешь. Прикольно. Мне кажется, из поиска кладов я превращаюсь в очистители рек. Крышка, железка. Робка. Хлам. Металлолом. Сейчас мост по запчастям просто соберу. Так. Гайка. Еще какой-то хлам. Здесь очень много камешков, которые магнитятся. Это, видимо, какая-то руда. Так. Это уже на что-то похоже. Смотрите. Трехгранный кованый гвоздь. Вот это уже вещь старинная. Гвоздь от старой приправы, от деревянного моста. Кованый. Класс. Ну и всякие вот железки. На самом деле их таких вот много. Вот. По большому счету это могут быть осколки. Вот. Почему бы и нет. Эхо войны. Тут, кстати, если отлечься от бросания, очень красиво. Смотрите, уже туман ложится. Ну и птички просто не умолкают. Так. У меня прибавочка. Еще пятачок 2009 года. Ох, сейчас прям заработаю денег. Сколько у меня уже? 10? 15? 16 рублей, друзья. Скоро на бутылку пива наберу. О, новенькая. Снова тросик. Снова камешки. И еще одна монеточка. Блин, я даже не думал, что я здесь столько монет наловлю. Народ, вы не поверите, еще одна монетка. Сейчас я все вам сразу покажу, а то вы скажете, что я одну и ту же таскаю. Смотрите, сколько уже денег. Я накопал на этом месте раз, два, три, четыре, пять. Кто бы мог подумать, что на месте старинной переправы будет столько современных денег. Так, я решил немножко поменять место дислокации и побросать не с самого пирса, а побросать вот здесь, внизу. пока чисто. Так, ну здесь та же самая проволока, электроды. Последний забросится. какая-то же лизячка. У нас, кстати, почти стемнело здесь. По видео не видно, но темновато. Уже сложно снимать. Будем подводить итоги. На самом деле, очень много железа. Прям каждый заброс, какая-нибудь железная штука доставалась. В основном, это были либо запчасти от моста, всякие такие вот штуки, либо деньги. Вот. Но были вещи, которые очень похожи на осколки. Осколки от войны, поэтому вполне может быть, что какой-то эхо войны я нашел. Ну и самое главное, пила, друзья. Новенькая, классненькая. Заберу. Почему бы и нет. Это был Миклуха Макфлай. Кидал поисковый магнит в городе Лиске Воронежской области. Комментируйте, ставьте лайки, если хотите, подписывайтесь. Пока-пока.